Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом усложняется по стране с каждым днем. На чеку надо быть и нашему региону. Предрекаемая вторая волна, похоже, сбывается. Из 449 зарегистрированных вчера по республике новых случаев заболевания, 4 приходятся на Жамбулскую область. Насколько не срабатывают принимаемые в последнее время меры и с чем это связано? Где мы недорабатываем? Ответы на эти и другие вопросы искали в ходе совещания в областном Акимате. Медики Жамбулской области уверяют, что ко второй волне коронавируса мы готовы. По крайней мере, это слова главного врача области. И прежде всего, количеством койко-мест. На готове и двухмесячные запасы лекарственных средств, а также все необходимые аппараты. В наличии на сегодня у нас 2530 кроватей. 253 из них реанимационные. Имеется необходимое количество аппаратов для вентиляции легких. В течение двух недель мы обеспечим нужным оборудованием Жамбулский перинатальный центр и Раскуловскую районную туберкулезную больницу. Также планируем подтянуть 372 врача, 744 среднего и младшего медперсонала. Очень острым остаётся кадровый вопрос, работаемый над повышением квалификации врачей, отметил Осет Калеев. Что касается лекарственных препаратов, то ими запаслись на два месяца сполна. Очень актуальный вопрос по кадрам стоит. Мы планируем брать их с медуниверситета имени Асфиндиярова. Подписан меморандум по этому поводу. В ходе совещания обсудили работу мониторинговых групп и выявленные в связи с этим нарушения. Не секрет, что в последнее время в регионе было зафиксировано немало тоев семейных торжеств с массовым скоплением народа. Однако ответственные за это официальные лица уверяют, что в половине подобных случаев люди всё же соблюдают необходимые меры предосторожности. С 10 октября в области по 8 тысячам объектом был проведён рейд. И только в 497 из них были зафиксированы нарушения. Во многих местах санитарно-эпидемиологические требования были соблюдены. Однако глава региона не согласился с подобными цифрами и выразил своё сомнение по поводу качества рейдовых проверок. Не может быть такого. Мы ведь постоянно слышим, что там, что здесь проходят различные тои. А за счёт чего тогда повысилось число заражений, скажете. Наверное, контролируете вы. Сведения у вас неправдивые. Выслушав отчёты по ситуации с коронавирусом на местах, глава региона дал ряд конкретных поручений. Нельзя относиться к столь ответственному делу спустя рукава. Народ совсем расслабился. Надо ужесточить санитарные требования. Для этого мы и назначены с вами на местах. И надо помнить об этом всегда. Санитарно-эпидемиологические требования к населению отныне будут ужесточаться. Иначе нам не переломить ситуацию со второй волной пандемии. Кулеш Мурзакова, Солбей Желшебек, 77 Ньюс.